Привет, вы смотрите Оствест. В Берлине не будет забастовок транспорта минимум до следующего года. Транспортная компания БФУГ и профсоюз окончательно достигли соглашения. Уступки со стороны компании такие. Со следующего года все сотрудники БФУГ будут иметь право на 30-дневный отпуск, независимо от своего стажа. В этом и следующем году отпускные Урлаобсгель также составят 500 евро. БФУГ должна будет в 2026 году нанять еще 500 водителей. Ближайшие коллективные переговоры профсоюза и БФУГ запланированы на начало следующего года. Тогда будут обсуждаться новые соглашения о зарплатах, а до начала этих переговоров забастовок не планируется. Компания Deutsche Bahn, в которую входит и берлинская сеть из банов, ранее тоже пришла к соглашению с профсоюзом ГДЛ. Там забастовок не ожидается как минимум до 2026 года в обмен на 35-часовую рабочую неделю. Консервативный союз ХДС ХСС выступает против легализации абортов в Германии. Сейчас созвана специальная комиссия из экспертов по медицине и этике, которая должна дать свой вердикт по поводу возможной отмены абортов. Газета Шпигель сообщала, что в своем заключительном докладе экспертная комиссия рекомендует легализовать аборты в первые 12 недель беременности. Однако, как только плод становится жизнеспособным, аборты, по мнению комиссии, должны оставаться под запретом. Считается, что это происходит примерно на 22 неделе после начала последней менструации. Замглавы парламентской фракции консерваторов Доротея Бер считает это нарушением общего понимания ценностей. По ее словам, она в шоке от того, что защита жизни нерожденного ребенка больше не играет никакой роли. Кроме того, она добавила, что женщины в Германии уже и без того фактически имеют право на аборт. Лидер ХДС Фридрих Мерц ранее предупреждал о глубоком социальном конфликте в случае, если власти отменят запрет на аборт. А правовое положение с абортами в Германии сейчас следующее. Сам по себе аборт не является законом. Однако с законом никак не наказывается, если прерывание беременности происходит в первые 12 недель и обязательно после врачебной медицинской консультации перед этим. И собственно нынешний спор идет вокруг того, чтобы разрешить делать аборт без этой обязательной консультации. Другой ведущий политик ХДС Торстен Фрай уже заявил, что партия будет подавать жалобу в Конституционный суд, если аборты в первые 12 недель беременности будут официально легализованы. Тему с отменой запрета на аборт прокомментировал и канцлер Луф Шольц. По словам его пресс-секретаря, канцлер хотел бы оставить открытым вопрос, поддерживает ли он планируемую поправку об абортах. Его представитель заявил, что этот вопрос имеет большой потенциал для раскола, что уже наблюдается во многих других обществах, а в правительстве очень заинтересованы в том, чтобы избежать ожесточенных споров. Где криминализация абортов в Германии, напомним, призывают в партии коалиции светофор и особенно активно ее молодежное отделение. В прошлом году по просьбе правящей коалиции была создана называемая комиссия по вопросам репродуктивного самоопределения медицины. Ее цель как раз разработать новые правила в отношении абортов, донорства яйцеклеток и суррогатного материнства. В состав комиссии вошли 18 экспертов не только из области медицины, но и из области психологии, социологии, этики и права. Результаты работы этой комиссии будут официально представлены на следующей неделе. Рейтинг партии светофора особенно сильно просел среди малообеспеченных граждан Германии. У Бертольдсман-Штифтунг вышел новый репрезентативный опрос среди разных слоев населения, и из него следует, что светофорные партии, две из которых ориентированы как раз на социальную политику, потеряли огромный процент доверия именно среди избирателей с низким уровнем дохода. Среди людей с доходами ниже среднего СДПГ, Зеленые и Свободы и Демократы набирают лишь 21% поддержки. Причем главная оппозиционная партия ХДС не так уж много приобрела из тех очков, которые растерял светофор. Мы все еще говорим о людях с низкими доходами. Так вот в этой категории избирателей ХДС за последние три года набрал лишь 7%. А больше всего профитировали две популистские партии Крайнего Спектра, это альтернатива для Германии и СССР, именно за них теперь готовы проголосовать большинство из тех граждан с низкими доходами, кто разочаровался за последние три года в нынешнем правительстве. Авторы исследования приходят к выводу, что ХДС, ХСС и партия светофора должны научиться лучше взаимодействовать друг с другом, а не бороться друг против друга. Это могло бы помочь им не растерять еще больше поддержки. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер проиграл суд с бульварной газетой Бильд. Судился он из-за того, что Бильд опубликовал нелицеприятные слова политика Алексея Навального, сказанные в адрес Шрёдера. Экс-канцлер хотел, чтобы суд запретил распространять высказывания Навального из интервью, данного осенью 2020 года. В нем Навальный называл Шрёдера, цитата, «мальчиком на побегушках у Путина, который защищает убийц и получает скрытые выплаты». Шрёдер заявил, что не получал никаких скрытых выплат от Путина и подал на Бильд в суд. Сегодня стало известно, что иск Шрёдера не увенчался успехом. 8 марта земельный суд Гамбурга его отклонил, и теперь решение суда стало окончательным. За последние месяцы контекст сильно изменился. Навальный убит, но суд Шрёдера и Бильд продолжался, и в итоге суд встал на сторону издания, а Шрёдер теперь решил не подавать апелляцию. Бывший канцлер несет расходы сам, которые связаны с многолетним судебным спором. Шрёдер с 2005 года работает на государственные российские энергетические компании. Вторжение в Украину он нас считает политической ошибкой Владимира Путина, однако по-прежнему называет его своим другом. На прошлой неделе Шрёдер отметил свое 80-летие. Подробнее о политической карьере бывшего канцлера и его наследии рассказывала моя коллега Валерия Добральская о своей колонке, ссылку вы найдете в описании к этому видео. Российские войска сегодня уничтожили Трипольскую теплоэлектростанцию, самую мощную в Киевской области. Это поставщик электроэнергии сразу для трех областей – Черкасской, Житомирской и Киевской. В ночь на 11 апреля по территории Украины летели российские ракеты и беспилотники в общей сложности 57 воздушных целей. По приграничным областям били из артиллерии и сбрасывали авиабомбы. Жители Одессы ночь тоже провели в укрытиях, там пострадал объект энергетической инфраструктуры. Но основной удар пришелся на западную часть Украины. Все дроны сбить не удалось, пострадали газораспределительная инфраструктура и электроподстанция во Львовской области. По Харькову выпустили больше десятка ракет, энергетическая инфраструктура здесь значительно пострадала еще при предыдущих обстрелах, а теперь без света остались почти 200 тысяч человек. Из почти 50 населенных пунктов в Харьковской области, где рядом ведутся боевые действия, будут принудительно эвакуировать семьи с детьми. Это Харьковский, Изюмский и Богодуховский районы. По данным главы области Олега Синегубова, там находится 182 ребенка. Верховная Рада Украины приняла сегодня закон о мобилизации. Депутаты одобрили его во втором окончательном чтении. За проголосовали 283 депутата, в основном это парламентария от президентской партии «Слуга народа». Теперь закон должен подписать Владимир Зеленский, а через месяц после этого он вступит в силу. Закон о мобилизации в частности вводит вместо срочной службы базовую военную службу сроком на 5 месяцев в мирное время и на 3 месяца в военное время. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы. Также закон предусматривает введение базовой общевой войсковой подготовки, которая с 25 года будет частью обучения в вузах, обязательной для мужчин и добровольной для женщин. Для уклонистов предусмотрен ряд ограничений, в том числе временный запрет на выезд из Украины, арест активов и при ряде условий ограничение права на вождение автомобиля. Демобилизация в военное время пока не предусмотрена. В ближайшие 8 месяцев депутаты обещают принять отдельный закон об этом. Изначально до всех поправок предлагалось отпустить с фронта всех домой, кто уже прослужил в ССУ 3 года. Мобилизовывать будут украинцев с 25 до 60 лет. И уже через месяц каждый военнообязанный должен будет обновить данные о себе в военкомате. На это дается 60 дней. Официально украинские власти не раскрывали размер мобилизационного резерва. Ранее говорили, что необходимо 500 тысяч. Затем эту цифру опровергали. Тем не менее, военные аналитики представили примерные цифры, сколько украинцев могут призывать в армию. Украинское издание Texte.org.ua называло оценку в 5 миллионов 200 тысяч мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Британская Financial Times приводит чуть меньшую цифру в 3 миллиона 700 тысяч. Так или иначе, аналитики приходят к выводу, что даже если власти начнут реализовывать планы о мобилизации 500 тысяч человек, а пока эти планы никто не утверждал, то это число составит лишь одну десятую часть от общего мобилизационного резерва Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня прибыл с визитом в Литву. Там он принимает участие во встрече государств в так называемой инициативе трех морей. И сегодня Зеленский уже подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгаром Ренкевичем. Латвия будет ежегодно по этому соглашению выделять на военную помощь Украине 0,25% ВВП. Инициатива трех морей была запущена в 15-м году. В нее входят страны Балтии, также Вышеградские государства, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия, а также Черноморские страны Болгария и Румыния и Адриатические страны Словении и Хорватии. Германия является страной-партнером этой инициативы. В Швейцарии в июне пройдет конференция по Украине с перспективой выработать план мирного урегулирования. Встреча, однако, пройдет без участия России, которая сразу же назвала это мероприятие с заговором, организованным в США, но с Соединенными Штатами и Китая. Это первый шаг в процессе достижения прочного мира в Украине. На этой конференции мы не собираемся подписывать какой-либо мирный план. Я думаю, что будет еще вторая подобная конференция, но мы хотим начать процесс с этой. Еще в январе я обсуждал идею проведения такой конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Впоследствии вместе с госсекретарем Швейцарии Александром Фазелем мы стремились установить диалог с ключевыми игроками. Господин Фазель сосредоточился на странах Большой Семерки и ЕС, а также на ряде государств глобального юга, включая Китай, Индию, Южную Африку, Бразилию, Эфиопию и Саудовскую Аравию. Президент США Джо Байден предупредил о возможном ударе Ирана по Израилю. На пресс-конференции по итогам встречи с японским премьер-министром Фумио Кисидой Байден сказал, что уже успел обсудить сценарий вовлечения в войну Ирана с премьер-министром Израиля Бенимином Найтаньяху и заверил его в своей полной поддержке. Теперь дело за Хамасом. Они должны начать действовать в соответствии с предложением, которое им было сделано. И, как я уже сказал, мы вернем израильских заложников домой. И у нас также будет шестинедельное прекращение огня, которое сейчас необходимо. За последние три дня мы отправили более ста грузовиков помощи в Газу. Но этого недостаточно. Немецкая авиакомпания Люфтганза уже отменила рейсы в столицу Ирана Тигеран в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке. Вот заявление в этой связи министра иностранных дел Германии Аналена Бербок. В эти дни все дипломатические телефонные линии гудят. Все хотят предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Никто не должен сейчас подливать масло в огонь. Всех участников в регионе мы призываем действовать ответственно и проявлять сдержанность. Именно об этом я успела поговорить сегодня с моим иранским коллегой. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, отчеты разведки США показывают, что нападение на Израиль со стороны Ирана, цитата, может стать неизбежным. О том, что в Белом доме обеспокоены возможным ударом Ирана по израильским целям, ранее также сообщали в эфире NBC News анонимные американские чиновники. Они предположили, что целью Ирана внутри Израиля могут стать военные или разведывательные объекты, но не гражданские лица. Напомним, что 1 апреля израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Погибли семеро членов корпуса стражи Исламской революции, включая двух иранских генералов. После удара верховный лидер Ирана, Этала Хаминеи, заявил, что сионистский режим, как он выразился, будет наказан. Между тем, десятков израильских заложников, захваченных в плен террористами Хамас, вероятно, уже нет в живых. Представители Хамаса заявили в ходе переговоров о прекращении огня, что не смогут найти 40 заложников для возможного обмена. Им предлагался обмен на несколько сотен палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Источники CNN выражают беспокойство, что многие заложники могут быть уже мертвы, или что представители Хамаса сами не знают, где они находятся. Израильская армия минувшей ночью объявила о начале военной операции в центральной части сектора Газа. Заявление армии говорится о точечной операции, основанной на разведывательной информации с целью уничтожения террористов и нанесения ударов по их инфраструктуре. До наступления наземных войск израильские военные самолеты атаковали объекты Хамас как над, так и под землей. В результате израильского удара погибли трое сыновей главы Хамас Измаила Хании. Все убитые были членами военного крыла Хамас, сообщили в армии обороны Израиля, подтвердив данные об их ликвидации. Предположительно, один из убитых был причастен к удержанию израильских заложников. Информацию о смерти своих сыновей подтвердил издание Аль-Джазира и сам глава Хамас. Он назвал смерть членов своей семьи мученической и поблагодарил за это Аллаха. По словам Хании, вместе с сыновьями погибли также несколько его внуков. По данным Times of Israeli Hearts, авиаудар был нанесен по автомобилю в лагере беженцев Аш-Шати на севере сектора Газа. Сторонники Джулиана Ассанджа накануне собрались у здания Верховной комиссии в Лондоне, чтобы потребовать его освобождения. Ровно в этот день, пять лет назад, австралийского журналиста и основателя Вики Ликс заключили в тюрьму. США по-прежнему обвиняют его в шпионаже и добиваются его экстрадиции. Ассандж опубликовал секретную информацию о коррупции в высших эшелонах власти, а также о военных преступлениях американских солдат в Ираке и Афганистане. Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден изучает просьбу правительства Австралии о прекращении судебного преследования в отношении Ассанджа. Ранее британский суд решил пока не экстрадировать Джулиана Ассанджа в Штаты, ожидая от американских коллег гарантии его безопасности. Против журналиста выдвинут в Соединенных Штатах обвинение по 15 пунктам, за которые ему там грозит 175 лет тюремного заключения. Это фантастика. Я очень рад, потому что хочу, чтобы все об этом знали. И люди правда начинают больше понимать. Они спрашивают меня, что у тебя такое на шее? И я отвечаю им, ну, вообще-то журналист сидит в тюрьме за то, что разоблачил преступления вашего правительства. Большинство людей шокированы этим и возмущены. Конечно, всем с самого начала было очевидно, что это политическое преследование. Мы знаем о постоянных усилиях со стороны австралийского правительства. Мы находимся здесь, возле Верховной комиссии Австралии, где в течение очень долгого времени, похоже, даже не вспоминали о том, что их гражданин подвергается преследованиям. В этой стране сменилось правительство, изменились взгляды, и политическая элита встала на его защиту. И эта поддержка растет. Теперь она исходит от обеих партий. И теперь все согласны с тем, что нужно работать над решением. Спасибо, что смотрите Ост-Вест. Если вам нравятся наши выпуски, убедительная просьба поставить лайк под этим видео и подписаться на наш канал в Ютюбе или на любой другой платформе, где вам удобно. Хорошего вечера и до свидания.